здравствуйте уважаемые зрители с вами юлия вы на канале рукоделие путешествия и сегодня хочу поделиться с вами идеи как из простого треугольника связанного спицами можно связать очень интересное изделие это может быть шаль это может быть платок бактус шарф можно связать что-то большое это может быть плед либо кардиган используя всего лишь треугольничек это вязание стиле петчворк вывязывается какая-то деталь и потом ввязывается вокруг так же как в петчворке пришиваются лоскутки квадратом все понятно и просто квадрат потом постепенно вот если мы рассмотрим этот вариант вывязывается квадрат потом вяжется эта сторона потом переворачивается вот так вот так и по кругу и получается такой квадратный элемент такая схема в петчворке называется колодец когда вот таким образом либо пришиваются лоскутки либо привязываются я за основу возьму треугольник и если его обвязывать точно так же в такой же технике постепенно каждую сторону мы получаем сразу изделие похожая на шаль либо бактус вот здесь хорошо видно это первый треугольничек а потом я его начал обвязывать и вот таким образом связала уже вот такую косыночку чтобы связать такую шаль мне нужно сначала связать треугольник я набираю 30 петель и вяжу треугольничек каждом втором ряду убираю по 2 петли с каждой стороны конце 3 петли провязываю вместе свежу маленький образец как вяжется треугольник у меня 20 петель я связала один ряд лицевыми в следующем ряду я буду сокращать петли кромочную снимаю дальше 2 петли провязываю вместе лицевой продолжаю вязать лицевыми на левой спице у меня 3 петли 2 из них я провязываю вместе лицевыми соответственно меня было 20 петель сейчас у меня на спицах 18 2 петли я сократил следующий ряд провязываю просто лицевыми в этом ряду провязываю по 2 петли вот начале ряда 2 петли вместе и в конце ряда тоже 2 петли вместе теперь у меня уже на спицах 16 петель я уже довязывала у меня на спицах 6 петель в этом ряду я провязываю 2 вместе и опять 2 вместе рядышком на спицах 4 петли следующем ряду я провязываю снимаю одну-две вместе меня на спицах 3 и в этом ряду я провязываю 3 вместе вот получился треугольничек и 1 петелька на спицах вот у меня есть треугольник спицы номер 6 либо длинные либо на леске я уже довязала треугольник с каждой стороны в каждом втором ряду провязываю по 2 петли вместе в конце провязываю вместе 3 петли вот этот треугольник на 30 петель я его сделал в полосочку чтобы было так симпатично это первый треугольник петлю я это оставляю и теперь перехожу вот к этой стороне петли набираю следующим образом 1 2 по очереду из одной кромочной одну петлю из 2 кромочной 3 таким образом я набираю петли по стороне треугольника здесь только интуитивно можно рассчитать но сначала так делаем вот набрал вижу всеми лицевыми платочной вязкой петли набирала по лицевой стороне там где у меня будет лицевая сторона изделие точно так же закрываю петли тоже по лицевой стороне только первая деталь треугольник у нас идет с убавлением петель вот эта деталь здесь я петли убавляю детали которые вывязываются уже потом на основании треугольника в этих деталях я петли будут прибавлять каким образом вот я провязала два ряда один наборный и второй ряд условно изнаночной но у меня все лицевые теперь первую петлю снимаю лицевая из протяжки добавляю петлю начале ряда спицы лучше взять потолще у меня шестерка чтобы это шаре и платок был более такой воздушный и рыхлый вот я практически до зала до конца ряда у меня на левой спице две петли и из протяжки я делал дополнительную петлю набрали в каждом втором ряду я добавляю с каждой стороны по одной петли добавляю в лицевом ряду можно вязать не обязательно всеми лицевыми можно выбрать рисунок может быть ажур все что угодно вот я провязала еще ряд следующий ряд в этом ряду я опять добавляю по одной петли с каждой стороны из протяжки количество петель может быть произвольно в зависимости от того какого размера вы хотите связать аксессуар от в конце я еще добавляю петлю я связала шесть рядов в седьмом ряду закрываю петли лицевом достаточно свободно потому что потом не надо будет из них набирать петли вновь я довязываем на конце ряда эту петлю не протягиваю и оставляю открытой тут ровная часть ну и здесь условно ровная потому что тут немножко стянут кровь дальше я набираю петли с этой стороны сейчас я провязала вот эту часть часть треугольника вот сюда я набирала петли здесь их добавляла двух сторон теперь я перехожу вот сюда теперь я набираю петли набираю и закрываю петли всегда по лицу чтобы не сбиться и всегда идти по часовой стрелке набираю петли у меня здесь петли есть кромочные и есть петли которые были в наборе наборе 30 петель было набираю точно так же из кромочных из одной кромочной 2 лицевых и следующие 1 2 в наборном ряду набираю каждую петлю петли я даже не считаю потому что пряжа может быть разной толщины даже в одном изделии в принципе можно использовать разную толщину пряжа один кусочек может быть более плотным другом более рыхлым этом тоже будет изюминка изделия вот я набрала петли треугольник у меня такой практически равносторонний для шали для платка это не очень хорошо как бы потому что тогда это его неудобно носить это изделие вот я связала еще один ряд по изнанке в этом ряду в лицевом я добавляю петлю из протяжки опять точно так же в моем случае треугольник равносторонний но для изделия таком как шаль либо фактус это не очень удобно все таки одна из сторон должна быть длиннее чем остальные можно изначально сделать треугольник не равносторонним а сразу набрать здесь больше петель и и соответственно быстрее его вот так вот сократить чтобы одна сторона была шею либо можно это сделать за счет укороченных рядов я сейчас это тоже покажу так как я сделала вот в этой шаре я в конце тоже прибавила одну петлю продолжаю вязать обвязала еще одну сторону треугольника поворачиваю изделия по часовой стрелке и набираю теперь петли по этой стороне треугольник тут у меня все кромочные набираю точно также из одной кромочной 2 из следующие одну и таким образом до конца ряда у вас может быть другая плотность вязания и вам может быть надо как-то иначе набирать эти петли здесь тут вот чисто интуитивно вы должны видеть что петель вам хватает что она не стягивает не делает волну следующий ряд по изнаночной стороне провязываем теперь уже можно будет посмотреть достаточно петель или нет после вот провязывания ряда соответственно в этом ряду в лицевом я добавляю по одной петли с каждой стороны треугольничек готов это будет допустим самая серединка шали или платка если таких треугольников связать несколько их можно соединить ну тут не просто по размеру мне немножко не совпадал допустим так тут добавить следующий и сделать такой шарф например он будет увеличиваться в длину либо вот так это будет нужно делать край шарфа и дальше продолжить вязание ровненько и будет край шарфа такой вот уголочком либо вообще из таких элементов можно сделать плед или какое-то изделие жилет кардиган ну все что угодно также как и квадрат треугольник такой универсальный элемент из них можно собрать любое изделие но если все-таки я продолжу вязать шаль либо бактус мне нужно определиться с его размерами соответственно с длиной одной из сторон если у меня треугольник равносторонний как я уже сказала мне надо будет одну из сторон удлинить с двух сторон этой оценки я связала вот эти части корочными рядами соответственно у меня вот эта сторона стала намного длиннее а эта сторона никак не увеличилась ну вот допустим здесь увеличилась настолько а здесь набираю петли по этой стороне треугольник сейчас буду вязать укороченные ряды петли набраны провязываю один ряд лицевой вот с изнаночной стороны это у меня изнанка хотя в принципе изделия но двусторонним вот я покажу здесь просто набираются петельки но в принципе она можно использовать его как статусная так и сет тут более такой брутальный вид тут видно шовчики ну это тоже имеет право быть вот тут вот видно где набираются петли как шовчики таки провязываю один ряд лицевыми провязываю этот ряд лицевыми но не до конца я решила что вот эта сторона шаре будет самая длинная мне ее нужно расширить соответственно мне нужно здесь вырезать укороченные ряды поэтому в этом ряду я не довязываю вот 10 петель до конца ряда разворачиваю вязание делаю накид чтобы не было дырочки и вяжу до конца ряда соответственно у меня здесь остается тот же уголочек тоже количество не растет вот здесь вот длина изделия она будет расти только здесь вот эта сторона треугольника будет увеличиваться это лицевой ряд поэтому в конце мне нужно прибавить одну петлю в конце ряда прибавляю одну петлю есть следующий ряд опять не довязываю 10 петель только уже до этого разворота каждый ряд будет укорачиваться на 10 петель вот я не довязала 10 петель еще вот от разворота поворачиваю вязание набрасываю накид вяжу до конца ряда и в конце ряда делаю одну прибавку в эту петлю вот таким образом видно уже даже сейчас провязав 4 ряда уже видно что треугольничек из равностороннего становится уже не совсем равносторонний добавляю петлю хорошо видно вот место разворота вот вместо разворот следующий ряд опять не довязываю 10 петель тут количество петель уже можно тоже варьировать и выбрать для себя если укорачивать ряд на меньшее количество петель соответственно будет больше разворотов и здесь будет больше рядов в следующем ряду я петли буду собирать уже все вместе дополнительная прибавка то петля вот чтобы у меня же здесь было все-таки ровная эта сторона поэтому прибавки делать не забываю теперь все петли собираю обратно вот я довязала до последнего разворота провязываю лицевую вот накид у меня я его провязываю вместе со следующей лицевой получилось вот так эта сторона удлинилась здесь сторона осталась в принципе такой же на выросла только вот на это количество петель четыре раза я добавила петли в этом ряду уже можно петли закрыть либо провязать еще один ряд и закрыть я закрываю петли в этом лицевом ряду точно так же сделаю с этой стороны такой же элемент укороченными рядами готова вторая сторона треугольника вот таким образом уже видно что эта сторона длиннее этой вот эта сторона ровно как спица длина а тут вот уже настолько длиннее хотя изначально они все были одинаковые вот были такие как спицы можно продолжать делать вот такие вот здесь сектора укороченными рядами а можно уже продолжить вязать ровными тут уже все ваших руках в этом варианте у меня равносторонний треугольник я его обвязываю сначала ровными полосками какие-то уже какие-то шире а потом только вот здесь парочку полосок расширила но тут еще нужно связать немножко вот у меня есть пряжа такая цвет еще если еще связать несколько таких секторов укороченными рядами тогда это будет уже такой самодостаточный такой элемент аксессуар яркий интересный необычный если такая идея связать шаль из маленького треугольника было интересно и полезно для вас жду вас на своем канале подписывайтесь спасибо за внимание всего доброго до свидания